Ковидные ограничения в Тверской области хотя и сняты, но коронавирус по-прежнему циркулирует в обществе и даже мутирует. Статистика заболеваемости к середине лета говорит о том, что цифры все-таки медленно, но растут. За минувшие сутки ковид подтвердился более чем у 40 пациентов, поэтому медики уверены, расслабляться пока еще рано. Цифры статистики заболеваемости коронавирусом идут вверх впервые с весны. Впереди осень, когда объединяются против человечества сезонные инфекции. В этом полку и ковид-19. Чтобы он не начал атаковать с новой силой, у населения должен быть иммунитет. Сформировать его поможет прививка. Особенно она нужна возрастным пациентам, считает кардиохирург с полувековым стажем Юрий Иванович Казаков. Врач спешит в процедурную за очередной дозой спутника ВИ прямо из операционной, где устранял последствия ковида у одного из пациентов. А они, увы, не редкость. Это больные. Какие осложнения имеют? Инсульты, инфаркты, хроническая легочная недостаточность. Масса больных после перенесенного ковида приходит к нам с тромбозами венозными, артериальными. Приходится к нам их оперировать. Поэтому я понимаю, что это такое за зло. О последствиях ковида знает и представитель молодого поколения врачей, гастроэнтеролог Мария Веселова. И у молодежи эта болячка не всегда проходит бесследно. А потому прививка — это обезопасить и себя, и окружающих. У нас большой круг контактов с пациентами между собой. Пациенты взрослые имеют, как правило, множество хронических заболеваний, при которых они уязвимы перед коронавирусом. За два с лишним года ковидом переболели более 160 тысяч жителей региона. 718 тысяч иммунизировались. Из них 278 тысяч — возрастные пациенты. 1100 — подростки. Между тем, у части населения до сих пор есть сомнения в безопасности вакцины. Речь идет о спутнике ВИ и ЛАЙТ, которые чаще всего используют для вакцинации и ревакцинации. И которые поросли слухами о вреде и опасности. Но врачи проверили препараты на себе. Причем неоднократно. За эти два года, в принципе, опасности мы никакой не видели. Были случаи, снова после вакцинации заболевали пациенты наши. Но болезнь проходила намного легче. Сейчас население расслабилось, говорят медики. А между тем, вирус мутирует. И в России зарегистрирован новый штамм «Кентавр». Для формирования иммунитета нужно 21 день. А потому в преддверии осени пора пройти иммунизацию. Привиться можно в вакцинальных пунктах. Их в регионе 46. Они работают при больницах и поликлиниках. И в будни, и в выходные. Запись не обязательно. Достаточно прийти. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.